Сергей Ковалев попал в топ самых оплачиваемых боксеров мира. Рейтинг богатых спортсменов составил журнал Forbes. Копейчанин обошел украинца Виталия Кличко. О самых интересных новостях спорта расскажет Эльвира Исмогилова. Копейчанин обошел у Владимира Кличко в списке Forbes. Южноуралец занял четвертую строчку рейтинга и вошел в топ самых высокооплачиваемых боксеров. Тогда как украинец упал на шестую позицию. Спортсменов расположили в рейтинге не по фактическим доходам, а по потенциалу зарабатывать деньги. Добавлю, лидирует в списке мексиканец Сауль Альварес. За ним идет американец Андре Уорд. Кстати, в бою с последним Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира в полутяжелом весе. Но за это поражение он заработал 2 миллиона долларов. И это только за один бой. Копейский боксер заявил, реванш будет. И состоится он в этом году. Сборная России по скейкроссу вылетела в Италию. В Атлесе 14 января пройдет очередной этап Кубка мира в этой дисциплине. В состав команды вошли и трое южноуральских спортсменов. Это Анастасия Черцова, Игорь Амелин и Егор Коротков. Последний присоединился к сборной недавно. Егор получил серьезную травму плеча в прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Швеции. Сборы спортсменов проходили на одном из горнолыжных курортов под Миасом, отмечу. С 24 по 25 февраля Челябинская область примет этап Кубка мира по скейкроссу. По предварительным оценкам, в турнире будут участвовать 150 ведущих спортсменов из 29 стран мира, в том числе и 4 южноуральца. Билеты на масштабные соревнования уже поступили в продажу. В верхнем Уфалее завершился предварительный этап первенства России по хоккею с мячом. Девять команд из Москвы, Ульяновска, Казани, Архангельска, Свердловской и Челябинской областей и даже Казахстана на протяжении недели выясняли, кто играет лучше. Уфалей впервые принимал турнир такого высокого уровня. Ребята, которые 4 года назад пришли в эту секцию, еще маленькими совсем, они занимались и на сегодня они выступают уже на официальных соревнованиях уровня первенства страны и добиваются уже результатов. Уфалейская команда «Никельщик» заняла 5 место. Уже в конце марта она отправится на спартакиаду учащихся в Ульяновск, где будет защищать честь всего региона. По итогам первенства уфалейские хоккеисты получили от администрации города сертификат на 300 тысяч рублей на приобретение новой экипировки. А спецприз за смелость и решительность получила единственная девушка на турнире, игрок Никельщика Дарья Земан. Тем временем «Трактор» готовится к матчу с командой «Сочи». Завтра в ледовой арене состоится игра, посвященная 60-м годам. Напомню, в честь 70-летия Челябинского хоккейного клуба стартовала ретро-серия матчей. Каждая встреча посвящена отдельной эпохе. Завтра главная тематика – покорение космоса. Руководство клуба проведет конкурс среди болельщиков на лучший наряд в стиле 60-х. Атмосферу создаст и музыка тех времен. А в перерывах между периодами зрителей ждут развлекательные игры на тему покорения космоса. В Челябинске пройдет открытое первенство области по смешанному боевому единоборству. За звание сильнейшего бойца ММА будут сражаться юноши со всего Южного Урала. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Надежда» 28 января в девяти весовых и двух возрастных категориях – 14-15 и 16-17 лет. Победители получат шанс представлять регион на всероссийском уровне. Эльвира Исмогилова, Антон Бут, ОТВ